МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какими были прошедшие 7 дней в Гомелеобласти? Об этом в программе новости недели на телеканале Беларусь 4 Гомель. Здравствуйте! Кадровые изменения в регионе. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей крупнейших предприятий нефтепромышленного комплекса. Депутаты Палаты представителей будут помогать в трудоустройстве неработающих граждан. Какие резервы они видят для решения поставленных задач? Узнала Марина Джалая. Город Ветка переживает свое новое рождение. Каким районный центр увидят его жители и гости уже в ближайшее время? Репортаж Олега Синтерова. О паводке из первых уст. Специальный репортаж Александра Гамоли. А также все о наиболее ярких событиях из жизни региона в ближайшие 26 минут. В Гомельской области продолжаются субботние прямые линии. Вчера на вопросы жителей региона отвечал председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник. За время проведения прямой линии поступило 30 телефонных обращений. Три из них касались темы трудоустройства. Еще столько же водоснабжения. К Владимиру Дворнику обращались жители самых разных уголков нашего региона. Например, жительница деревни Малой Автюки Калинковического района просила помочь ей найти место работы с учетом состояния здоровья. А житель Гомельского района обратился с просьбой привести в надлежащее состояние дорогу по улице Лазурной в агрогородке Красное, ведущую в местную школу, где учатся его приемные дети. Были вопросы и другой тематики. В целом все обращения граждан взяты на контроль и будут рассмотрены в ближайшую неделю, пообещал Владимир Дворник. Следует отметить, главная цель прямых линий – реальная помощь людям. Во время предыдущей, например, председателю Гомельского облсполкома поступило 31 обращение. Треть вопросов были решены положительно. Половина разъяснены. Еще шесть находятся на контроле. К слову, на вчерашнюю прямую линию к Владимиру Дворнику люди обращались не только с проблемными вопросами. Жители Мозыря поблагодарили за оказанную помощь. Владимир Андреевич, я звоню с благодарностью к вам от имени жителей всего нашего двора, предыдущего Ромальского, улица Пролетарская и Нежного 6. Значит, мы обращались к вам с просьбой запретить строительство 10-этажного дома 40-квартирного в нашем дворе. И вот 16 марта убрали забор, и у нас будет красивый шквер на весь этот участок улицы Пролетарской. Это итоги недели, и мы продолжаем вспоминать уходящие 7 дней. Какие наиболее важные и интересные события происходили в Гомельской области? В коротком обзоре от моих коллег. На уходящей неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства согласовал назначение генеральных директоров ряда предприятий нефтепромышленного комплекса. Два из них в Гомельской области. Мозорский нефтеперерабатывающий завод возглавил Виталий Павлов. До этого он занимал должность заместителя председателя концерна «Белнефтехим». Олег Починок, работавший ранее на посту заместителя председателя Гомельского облсполкома, будет руководить предприятием «Гомель Транснефть Дружба». Между тем в Гомеле обсудили ход выполнения соглашения между облсполкомом, нанимателями и профсоюзами за 2016-2018 годы. Стороны рассмотрели социально-экономическую ситуацию в регионе и партнерство в достижении поставленных задач. На уходящей неделе наше внимание привлек уникальный для Белоруссии проект. Выпускать кошерное мясо для израильского рынка начало одно из частных предприятий Будокошелевского района. Первая партия продукции для отправки на экспорт была получена в присутствии религиозных представителей Израиля. За сутки предприятие выпускает 28 тонн мяса. Проект стал итогом договоренностей, полученных во время работы Гомельского экономического форума. Хозяйства всех районов Гомельской области приступили к массовому севу ранних зерновых культур. Нынешней весной работы в регионе стартовали на две недели раньше обычного. Это может помочь провести сев более качественно, пока почва достаточно увлажнена. До 1 мая жители Белоруссии, которые хотят и могут работать, должны быть трудоустроены. Такую задачу перед правительством и губернаторами поставил президент. В свою очередь председатели обл. исполкомов уже приступили к реализации этой работы в своих регионах. Так Владимир Дворник поручил в течение ближайшего месяца предоставить варианты трудоустройства каждому неработающему жителю области. Решение этой задачи губернатор возложил от членов смотровых комиссий, которые несколько лет назад были созданы в каждом районе области. По его словам, в первую очередь следует обратить внимание на возможность трудоустройства граждан на работу в агропромышленный комплекс. В свою очередь, центры занятости населения должны информировать людей о вакантных рабочих местах. Кроме того, вопрос трудоустройства безработных будут решать и депутаты. Какие резервы для создания новых рабочих мест они видят в обверенных им округах и как лично собираются участвовать в выполнении поставленных задач? На эти и другие вопросы нашему корреспонденту Марине Джалой отвечала депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Алла Наумчик. Здравствуйте, Алла Александровна. Скажите, пожалуйста, каким вы видите решение проблемы трудоустройства в рамках декрета номер 3? Здравствуйте, Марина. Декрет номер 3 очень широко обсуждается сейчас в нашем обществе. И сказать, что мы сможем решить в течение буквально 2-3 недель проблемы трудоустройства всех желающих, конечно, будет неправильно. Потому что вопросы регулирования рынка труда достаточно сложные и затрагивают конкретного человека. с его интересами, с его особенностями, с его желанием. Поэтому проблема эта будет решаться. Решаться совместно усилиями всех вертикалей органов власти. И я думаю, что, несомненно, с учетом интересов конкретного человека. Вот, кстати, какие резервы для создания рабочих мест есть в вашем округе? Я напомню зрителям, что речь идет о Гомельском сельском избирательном округе. Вы знаете, у меня замечательный округ с позиции того, что это сельскохозяйственные организации, которые имеют очень высокий уровень технологии. Они расположены вокруг крупного областного центра и традиционно создавались как своеобразное зеленое кольцо, которое обеспечивало свежими овощами и плодами жителей крупного населенного пункта. Поэтому здесь сконцентрированы высококвалифицированные кадры, и аграрный сектор успешно развивается в Гомельском регионе. Но особенность его состоит в том, что это еще и сезонный характер имеет, несмотря на то, что развиваются и производства овощей закрытого грунта, но все равно сезонность выражена. Поэтому на сезон привлекаются дополнительные, нужные дополнительные работники. Это тоже один из резервов привлечения рабочей силы решения проблем по декрету номер 3. Основанный в 17 веке город Ветка в этом году переживает новое рождение. Во всяком случае, такие масштабные работы здесь не проводились уже несколько десятилетий. На этой неделе реконструкция ряда объектов вступила в завершающую стадию. Временные трудности ветковчан и ожидаемые выгоды после реализации всего запланированного оценил Олег Сентюров. Точное время основания ветки неизвестно до сих пор. По одним источникам 1682 год, по другим на три года позже. Впрочем, в данном случае это не так уже и важно. Еще несколько лет назад по инициативе председателя Гомельского облсполкома было принято решение о концентрации бюджетных средств для масштабного благоустройства в течение каждого года. От минимум одного районного центра после Будо-Кошелева и Рогачева очередь дошла до ветки. Самые большие трудности сегодня испытывают, наверное, водители. На некоторых участках больше, чем до 20 км в час никак не разогнаться. Впрочем, трудности эти временные. После завершения ремонта ездить станет куда как более комфортно. Тоже улицу Батракова, например, расширится с двух до четырех полос. Современный облик ветки сформировался еще в период Советского Союза. Какие-то работы по благоустройству здесь проводились и ранее. Однако большинство горожан припоминают лишь строительство фонтана лет 10 назад. В любом случае, по сравнению с нынешними объемами, ничего подобного здесь не видели уже несколько десятилетий. Дорога узкая была. Сейчас, смотрю, немного расширено все. Я сам бывший дорожник, что трошки понимаю в этом. По-моему, будет лучше, конечно. Татуары на той стороне сделали, вообще же не было там ничего. А сейчас же по правилам дорожной автоинспекции в велосипеде только по тротуарам ездить нужно, по дороге нельзя ездить. Будет лучше, конечно. В списке на реконструкцию около 50 объектов. Районный дом культуры в числе наиболее значимых. Вообще, для получения бюджетного финансирования необходимо было провести действительно весомые причины и доказать, что именно этот объект для города и района жизненно необходим. Дом культуры, конечно, у нас абсолютно востребован. Это единственное в городе ветка такое культурное учреждение, в котором проходят концерты районного, областного, ну и нового масштаба, акции разного формата, и Чернобыльский шлях, и наши местные районные и областные акции. Общественное обсуждение вопроса строительства ветки бассейна инициировало руководство местного райисполкома. Не потому, что у этого проекта было много противников. Любой желающий должен знать, на что будут направлены бюджетные деньги. Место для будущего строительства уже определили в самом центре ветки, где еще недавно стоял аварийный дом. В случае принятия положительного решения строительство может быть начато уже в следующем месяце. Это не просто участок свободной земли. Если все получится, именно здесь будет построен первый в истории ветковский бассейн. Вернее, сразу два бассейна – взрослый и детский. Основной объем работы ветки выполняют предприятия Гомельской области. Кроме того, к реализации планов привлекли практически все местные субъекты хозяйствования, независимо от формы собственности. В конце концов, это общее дело – сделать город более комфортным и красивым. Детский сад у нас попал на капремонт и гимназия. Там действительно пройдут масштабные изменения. Внутри и снаружи для детей будет и благоустроенные территории, что очень нас радует. И надеемся на благоустройство улиц. Все дома многоквартирные получат у нас новые фасады, практически новые лица. И у нас также предприятия работают над этим вопросом. То есть у нас никто не остался в стороне. Олег Синчуров, Евгений Макеенко. Специально для программы «Новости недели». 15 марта отмечался Всемирный день защиты прав потребителей. В этом году он проходил под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху». С какими нарушениями чаще всего сталкиваются наши потребители и куда им обращаться за помощью? Узнаем у нашей сегодняшней гости. Это Галина Николаевна Горбачевская, первый заместитель начальника Главного управления торговли и услуг Гомельского обл. исполкома. Галина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Галина Николаевна, хочу сразу спросить у вас. Бывало ли у вас такое в жизни, что вам приходилось бороться за свои права как потребителю? Конечно. Каким образом? Расскажите. Приходилось обращаться к продавцу. Даже приходилось обращаться к исполнителю и выяснять моменты, которые меня волновали. Потому что я женщина, в технических вопросах я очень мало чего понимаю. Меня волновали вопросы, я выясняла. Если в ходе наших обсуждений я усматривала, на мой взгляд, я усматривала, что меня пытаются ввести в заблуждение, то мы открывали спор. Как много жалоб связано с интернет-торговлей? Нельзя сказать, что сегодня много обращений на интернет-торговлю вызывают настороженность и опасение те обращения, которые связаны с недостоверной информацией о том или ином интернет-магазине, о той или иной интернет-площадке. И вот здесь это для того, чтобы защитить потребителя от этого, Министерство антимонопольного регулирования и торговли на своем сайте создали доступ к интернет-ресурсу, так называемый торговый реестр. Когда потребитель, выбрав услугу, либо выбрав товар в интернет-магазине посредством ОНН, это ученый номер плательщика, ОНП, простите, может выяснить, а данный интернет-магазин зарегистрирован в торговом реестре или нет. Если интернет-магазин зарегистрирован в торговом реестре, то потребитель может смело заказывать тот товар, который ему понравился. Если того или иного ОНП не найдет в торговом реестре интернет-магазина, то потребителю просто просьба, информируйте, пожалуйста, местный исполком о том, что вы установили. Мы тоже проводим мониторинг интернет-магазинов, которые размещаются в сети интернет, но бывает всякое. Поэтому вот эти моменты есть. К сожалению, они есть и на сегодняшний день. А сколько обращений поступило именно в день потребителей? В день защиты прав потребителей у нас в области работали консультативные пункты. И таких пунктов по области было порядка 60. За время работы консультативных пунктов к нам поступило порядка 80 обращений граждан. Но что это были за обращения? Это были консультации. Если еще несколько лет назад, ну будем говорить 5 лет назад, людям чаще задавали вопрос, что мне делать, если я купил тот или иной товар? Как я могу вернуть свои деньги, как я могу его обменять? То есть по рекламации? Да. То сегодня люди задают вопросы, а что делать, как правильно выбрать бытовую технику, как правильно приобрести товар в интернет-магазине, как правильно поступить с покупкой крупногабаритного товара и так далее. Можно сказать, потребитель, наверное, поменялся, да? Поменялось потребительское сознание. Когда был дефицит, мы покупали все, как будто бы это последнее в нашей жизни. И мы должны были купить сегодня и сейчас и все. Когда нет дефицита, есть выбор у потребителя. Потребитель понимает, что если не сегодня, то завтра приобретут этот товар. И лучше я поинтересуюсь, чтобы обезопасить себя, сохранить свою, извините, нервную систему и напрасно не потратить деньги. Как говорят, семь раз подумай, один раз положи в корзину интернет-магазина. Сегодня с нами была первый заместитель начальника Главного управления торговли и услуг Гомельского областполкома Галина Николаевна Горбачевская. В день конституции юным гражданам вручили первые паспорта. В Гомеле торжественно открыли обновленное отделение областной клинической больницы. Обо всем подробнее расскажем в наших сюжетах. В честь Дня Конституции в стране проходит акция БРСМ «Я гражданин Республики Беларусь». В ее рамках юные граждане страны получают первые паспорта. Торжественные церемонии прошли в нашей области 15 марта. Главный документ гражданина Беларуси в тот день получили более 400 участников акции. Обновленное приемное отделение областной клинической больницы открыли в Гомеле. В ходе реконструкции отремонтировали помещения, дополнительно создали кабинеты ультразвукового исследования и электрокардиографии. Рабочие места медперсонала оснастили компьютерами, завязанными в единую больничную сеть. Для контроля качества медпомощи отделение оснастили современной видео- и аудиоаппаратурой. Для большего удобства построили крытую эстакаду для заезда машин скорой медицинской помощи. Весь объем ремонтных работ обошелся в 550 тысяч рублей. Второй этап реконструкции приемного отделения планируется завершить до 1 сентября нынешнего года. А в Гомельском государственном университете имени Франциско Скорины прошел первый фестиваль социальной рекламы «Свет добра». Студенты из Белоруссии, России и Украины представили около 40 социальных видеороликов и постеров. В финал прошли самые заметные видеоработы и плакаты. В Гомель облгидрометик каждый день фиксируют прирост уровня воды в реках региона в среднем от 2 до 8 сантиметров. Лишь на некоторых притоках рек Сож и Припять наблюдается небольшой спад. О масштабных подтоплениях речи не идет. В области залиты водой только несколько подворий. Зато ситуация обеспокоена экологи. Реки вышли на пойму слабо. Это значит, как и в предыдущие годы, под угрозой может быть экосистема. О готовности спецподразделений к поводку и значении весеннего плаводия репортаж Александра Гамоли. В этом году большие разливы рек в Гомельской области наблюдаются не повсеместно. Превышение максимальных значений уровня воды 2016 года фиксируется сегодня только на случай Днепре, Березине и Припяти. В Жлобине и Лове вода вышла на пойму и поднялась практически на 3 метра, на 3,5 в Мозыре, на 2,5 в Речице и более чем на 5 в Светлогорске. Самый большой разлив отмечается в Петриковском районе. Там Припять поднялась уже на 740 сантиметров. Прогноз у нас, например, в бассейнах рек Днепра и Сажа максимальные уровни воды будут формируются за счет тала дождевого стока. А в бассейнах, в бассейне Припяти, здесь отсутствие тала дождевого, здесь максимальные уровни воды будут формироваться за счет выпадения осадков. И в последующем сейчас идет на самой Припяти рост уровней воды, он незначительный от 2 до 4 сантиметров. Паводок 2017 пока не принес неприятности ни предприятиям сельского хозяйства, ни жителям потапливаемых районов. Вода подступила к территории только двух частных подворий в Рогачевском районе и затопила грунтовую дорогу в Петриковском, что не причинило больших неудобств людям. Сейчас у нас на Припяти, у села Черничи, до опасной высокой отметки, при котором ранее наблюдались, потопление осталось 18 сантиметров. А на Припяти, у города Петрикова, осталось 24 сантиметра. Однако в МЧС весенние половодья встречают во всеоружии. В регионе сформированы два аварийно-спасательных отряда. С конца февраля по несколько раз в неделю проводятся учения. Спасатели располагают широкой и достаточной линейкой специальной техники. От лодок и водонасосных станций до автомобилей медицинской помощи и вездеходных машин. Последняя нередко является единственным средством доставки грузов и продовольствия в отрезанной большой водой деревне. Плавающий транспортер ПТСМ. Именно так называется специальная военная техника, которая сегодня находится на вооружении МЧС. Грузоподъемность машины 10 тонн. То есть в ней спокойно может развеститься крупногабаритная техника МЧС, а также люди в количестве до 40 человек. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям позаботились и о тех, кто с толком использует свои смартфоны. Недавно в мобильном приложении МЧС Беларуси «Помощь рядом» появился новый подраздел подтопления, в котором в онлайн-режиме можно не только отслеживать масштаб разгула стихий, но и узнать о правильном алгоритме действий в случае наводнения. Мобильное приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом» должно стоять у каждого на мобильном телефоне. Оно позволяет быстро сориентироваться в любой экстренной ситуации и принять правильные действия. Сегодня масштабы весеннего половодия в Гомельской области мало чем отличаются от тех, которые наблюдали гидрологи в прошлом и позапрошлом годах. И, как оказалось, для экологии Гомельщины это проблема. Ведь такое положение дел в сочетании с засушливым летом и малым количеством осадков – угроза для экосистемы региона. Все небольшие пойменные озера, которые являются местом для размножения куликов, многих околоводных птиц пересохли. И вот уже даже в прошлом году большая часть водоплавающих птиц сидела на искусственных водохранилищах, не на пойме, где обычно. Если в этом году вода на пойму не придет, то можно ожидать значительное снижение численности популяции этих птиц. То есть птицы могут просто не прилететь. За 50 лет наблюдения абсолютные максимумы уровня воды в реках Гомельской области были отмечены в 2013 году. В этом году специалисты не исключают, что, возможно, вторая волна подъема уровня воды, так как в верховьях Днепра еще находится достаточное количество не растаявшего снега. Что касается бассейна реки Со, что в пределах Гомельского района вода даже не вышла на пойму. В некоторых притоках и вовсе уже фиксируется спад уровня воды. В Гомеле она достигла отметки 220 сантиметров, что на 15 меньше максимального значения 2016 года. Угрозы подтопления жилым застройкам, естественно, нет. Дальнейший рост уровня воды в реке Сош и масштабы разлива будут напрямую зависеть от весенних дождевых осадков. Если их будет мало, то вполне вероятен прошлогодний вариант развития событий, когда летом из-за мелководья не только было существенно ограничено речное судоходство, но и фиксировались случаи высыхания воды в сельских питьевых колодцах. Александр Гамоля, Сергей Лукашук, Александр Харлампов и Артем Коржицкий. Специально для программы «Новости недели». И по традиции в конце итогового выпуска новостей мы рассказываем о наиболее значимых культурных событиях Гомельской области. А в курсе событий наш обозреватель Вероника Ворошилина. Вероника, здравствуйте. Чем вам запомнилась уходящая неделя? Здравствуйте, Дмитрий. Рассказать действительно есть о чем. Уходящая неделя подарила нам много интересного. Во дворце Ромянцевых и Паскевичей состоялась презентация фотовыставки, приуроченной к столетнему юбилею газеты «Гомельская правда». В экспозиции представлены уникальные фотоматериалы, публикации, профессиональная печатная техника, а также награды журналистов «Гомельской правды». Около ста экспонатов рассказывают о пути старейшего печатного издания Беларуси. 22 марта исполнится 100 лет со дня выхода первого номера газеты. Здесь также можно увидеть юбилейное издание, над созданием которого работал весь коллектив редакции. В него вошли уникальные фотоматериалы, воспоминания ветеранов и наиболее громкие статьи. А в Гомельском областном драматическом театре на этой неделе состоялась премьера спектакля «Деревья умирают стоя». Это интересная, но весьма запутанная история о выборе нравственного пути и жизненной дороги. Спектакль, в котором вопросов больше, чем ответов. Но зато можно найти отражение всех библейских заповедей. Это пьеса в ряду классической драматургии 20-го столетия, написанная в 1949 году испанским драматургом Алехандро Кассона. Характер, биография, судьба – все это прослеживается в игре актеров. «Деревья умирают стоя» – спектакль, в котором поднимаются актуальные злободневные вопросы, которые остаются без ответа, дав зрителям почву для размышлений. Следующая неделя обещает быть не менее щедрой на интересные культурные события. В картинной галерее Гавриила Харитоновича Ващенко откроется выставка фотографа из Израиля «Дафны Таль». Международный фотопроект «Твердая вера. Православие на святой земле» будет организован при поддержке посольства государства Израиль в Республике Беларусь. А в Гомельском общественно-культурном центре состоится концерт национального балета Грузии «Сухишвили». Этот творческий коллектив уже давно завоевал мировую известность, а международная пресса окрестила танцоров «восьмым чудом света». В Гомеле знаменитые грузинские артисты представят новую программу, в которую войдут лучшие номера за 70-летнюю историю существования балета «Сухишвили». Здесь же, на сцене общественно-культурного центра, на следующей неделе состоится большой юбилейный концерт Гомельской областной филармонии. Талантливые артисты будут радовать слушателей яркими хитами отечественных и зарубежных композиторов. К слову, многие мелодии прозвучат в оригинальной обработке. Гостей вечера ждут розыгрыши, акции, сюрпризы и только самые позитивные эмоции и впечатления. А тем временем во Дворце культуры железнодорожников состоится концерт шоу-балета Аллы Духовой «Тодес». Это один из самых узнаваемых танцевальных коллективов. Каждым своим выступлением артисты поражают публику новыми сложными хореографическими элементами, которые выполняются на сцене слаженно и динамично. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Следите за культурными событиями региона вместе с нами и будьте в курсе всего самого интересного. Обзор подготовили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Специально для программы «Новости недели». Это были итоги 7 дней на телеканале «Беларусь-4 Гомель». До встречи ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова